После приобретения садового участка несколько кустов ивы я вырубать не стал. Если ивовый куст каждый год подстригать, то ствол дерева будет разветвляться, крона станет больше, а листва гуще. И тогда ландшафт вашего сада можно украсить различными фигурами, например из жизни животных или просто геометрических. У меня пока хорошо получается только шары. Срезанные ивовые ветки можно использовать по-разному. Из лозы можно плести корзины или, например, заборы. Можно укрепить грядку или украсить плетением клумбу. Но золотые руки, как известно, растут из золотой попы. А если руки не золотые, то ивовые ветки и ветки других деревьев можно просто измельчать. Для этого существует достаточно много моделей садовых и промышленных измельчителей, разных по качеству, цене и предназначению. Я выбрал агрегат люкс 2500. А как этот агрегат работает, мне поможет продемонстрировать мой друг Лёха. Алексей к барьеру. Мощность этого аппарата 2,5 кВт. Работает от простой сети 220 В. Внизу предусмотрен ящик для сбора готовой стручки. Вес в сборе всего 13 кг. Да плюс колесики. Поэтому его легко перемещать и убирать на хранение. Ножи пока свежие. Легко перемалывать трути диаметром до 40 мм. Один раз их можно перевернуть, а потом легко снять и подточить. Спасибо. Вот сейчас покажем. Лёш, покажи, пожалуйста, что получилось. О! Вот такой классный субстракт для выращивания грибов. Как же полученный материал можно использовать? Можно добавлять в компост. Но процесс разложения медленный, хотя и протекает быстрее, чем если бы закладывали ветки целиком. Можно использовать вместо дренажа или при закладке нижнего горячего слоя тёплой высокой грядки, перемешав полученную достаточно крупную деревянную стружку с навозом. Отлично будут себя чувствовать и садовые деревья с приствольными кругами из данного материала. Такая мульча надёжно защитит землю от пересыхания, а ваши грядки и клумбы от сорняков. Приманит она и червячков, которые улучшат структуру почвы и вместе с полезными бактериями превратят её в гумус. В высушенной, при комнатной температуре ивовой щепе развиваются сухолюбивые виды мукоровых плесеней, которые не могут сопротивляться ферментам вешенки, а больше того, помогают им развиваться и защищаться от вредных плесеней. Если по-простому, то вешенку можно выращивать на ивовой щепе без её предварительной термообработки. Но об этом эксперименте по выращиванию грибов на дачном участке я ещё обязательно расскажу в цикле «Голопом по огороду» и на занятиях в Академии садовода-мешочника. Если этот выпуск понравился, хвалите и подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Спасибо за просмотр и до новых встреч!